я готовлю супчик грибной грибной суп из шампиньонов морковочка укропчик чесночок сегодня супчик будет хотела сделать вафли детям в общем не получились молока не было в итоге сейчас артемка приехал приходил в магазин купил молоко тогда можно будет попробовать сделать сейчас вафли заново мне вот смотрите вот это вот любимое мороженое наше сегодня акция была в пабликсе получается одну коробку покупаешь 2 получается идет бесплатно также то же самое это в общем артемка видите пользуюсь случаем набрал это очень вкусное мороженое у него очень хороший состав ничего лишнего нет вот поэтому само собой так одни углеводы видите вот любимые наши макаруни вот чай взял а что это за новый чай какой-то там да мощно этим новый чай какой-то еще канули ну чтобы вы понимали почему столько много потому что например у нас соника любит канули там мы любим макаруны то есть как бы все отдельно поэтому иногда кажется что такое действительно все много много всех этих углеводиков но это просто всем всем все разное вот даже мороженое тоже да пожалуйста не все едят вот такое вот не все едят такое это будет вот это есть вот а мы будем это как-то так ну что делать вафли если честно не делать хотя хотелось бы конечно девчонкам с ягодками сейчас посмотрим сейчас прошу у них еще как мы едем загорать идем на бассейн сегодня суббота девчонок нельзя личинки подкашливают маленько после после дельфинов и вообще всего прочего там что у них там у нас и постоянно забиты и не кашу так что мы идем вдвоем отдыхать загорать самое пекло до в 4 часа дня надо спрячемся так пока едем до бассейна отвечу на один вопросик которые задавали вопрос был такой что ребенку 10 лет девушка одна с ребенком и она спрашивает насколько как приходит автобус ребенок может сам ходить от автобуса до дома да то есть потому что она и считает что с работы тоже будет там приходить как продленка работать потому что может быть работа будет до 4 до 5 до 6 до 7 до 8 не короче неизвестно поэтому вопрос звучал так что будет ли она успевать собирается в то может ли ребенок сам ходить до автобуса как он приходит и вообще потому что переживает что не будет успевать его там и отводить на автобус и потом забирать продленка тоже где-то там до пяти до четырех часов только работает если откинем пока вопрос по продленке например на просто автобус сможет для ребенка саму конечно здесь от вашего ребенка то есть есть дети которые там всеми лет сами могут ходить если дети которых до 12 возит зависит от вас и вашего ребенка очень много здесь детей которые например там им 10 11 лет и они живут очень близко с автобусом рядом да у них живут здесь вот например вот автобус да это очень хорошо он может принципе сам быстренько сел в автобус и уехал если у вас там есть связь какая-то с ребенком то в принципе можно не пережить на такой ответственный потому что каждый будет сравнивать все-таки с своим опытом своими детьми моих вообще нельзя отпускать вообще еду но опять же наличие телефона очень сильно свет упрощает да это прощает а если продленка я не знаю какая продленка но вот здесь есть YMCA насколько я знаю они даже если вы платите им то они забирают твоего ребенка так как многие люди работают еще раньше чем автобус приходит детей невозможно они есть такая услуга они приезжают забирают твоего ребенка увозят туда в школу со школы значит забирают где-то школа заканчиваются ну там смотря 9-10 лет то они домой только после 3 часов приезжают получается они забирают но я думаю что YMCA до вечера работает допоздна поэтому вы ребенка они там уроки с ним делают и потом вы приезжаете с работы его забираете вот это только нужно узнавать до скольки работает YMCA по-моему до вечера позднего вот так что ребенок может находиться там чем-то еще заниматься дополнительно если вы там покупаете карту ребенок там какие-то на какие-то занятия его могут да его могут водить то есть вот вот это упрощает потому что я один раз разговаривала с женщиной она мне говорила что мы же год работаем мы не можем детей сами водить мы не можем забирать у нас приезжает машина забирает вот с YMCA вот запомните это есть такие комплексы наверное слышали здесь здоровительные семейные где можно там даже библиотека есть вот YMCA покупаете карточку обращаетесь там вообще к ним просто с такой услугой и в принципе можете быть спокойным своим ребенком а так некоторые конечно имеют женщины которые как бы одни с ребеночком то они иногда заводят очень много друзей удобно очень каких-то там женщин подружек с детьми и эти женщины иногда помогают как бы ну справиться вот в такой ситуации если девушка сегодня что-то там не может по работе надо еще что-то они их выручают как там между ними это все контакты эти происходят какое взаимодействие это чисто индивидуально но многие так справляются а если не охота там с кем-то коммуницировать таким образом и не получается вы не можете это вы можете всегда только конечно же за деньги в любом случае обратиться в YMCA и таким таким образом так сказать здесь жить вот только платить за это надо но если нет денег да само собой то это знакомство девочки какие-то подружки вот которые могут это помочь особенно с детьми которые вот как бы вот так пока у меня вот такая информация если что-то появится может потом еще что-нибудь скажу вот так что ну все надеюсь я ответила на ваш вопрос так что идем с темкой бассейн все идем отдыхать плавать жарко конечно ланча стеночек спрячемся не так много народу народу не смотрите сидеть невозможно очень сильно горячо артем сидит горячей горячей в воде человеку веника не хватает видите жара дакой пекла никто здесь не сидит кроме него но я так залезал конечно немножко вода 7 чистая почистили очень классно меньше хлорки конечно иногда хлорки много добавляют чистый бассейн скорее всего открыли пляжи артем люди сейчас больше на пляже потому что до этого у нас пляжи ужасные просто были ты не устал там сидеть не нет правда ой мы без детей контролирует никого не надо вдвоем сегодня ведь у нас там что-то сами по себе тимофей сегодня был на гонках машинки были солнечные батареи не в школе делают на солнечных батареях солнечных панелях и ссоре вот и в том году у него они там куда сотые место заняли нечит машина ломался постоянно они только начали делать в этом году уже чуть хорошо поработали презентация была уже шестое заняли сегодня вот так что сегодня то него с клубами и они все устали он сегодня с утра уехал недавно приехал дети тоже допоздна девчонки видимо отдыхают спят после школьной недели такой вот играет там что-то свое ну да мы от них свалить к дом сидят мы немножко отдохнем классный хорошо что есть бассейн комьюнити конечно если доме бассейн это вообще круто во флориде это вообще класс так все мы наплавали поплавали побалдели стенкой вышли в эфир в инстаграме сегодня прямой просто болтать отдохнули хорошо сейчас пойдем я уже сплю платил мужики кстати в бассейне вообще все мышцы расслабляются абсолютно все это вот самое лучшее состояние такое для организма вообще не понимала раньше почему люди так просто поставят свою кружку и просто вот так вот тупо сидят в бассейне оказывается так все это расслабляет мне все время казалось надо прийти плавать работать можно загадить просто сидеть и реально все расслабляется там пойдем домой девочки то чтобы 11 часов вечера такой кипиш дома девчонки по всему дома бегать а в общем вот такая вот у нас сегодня суббота вообще все ничего не делали приобрели конкретно дали себе отдыхать вообще ничего не делали чё там что случилось а фразочки говорят какие-то да ладно плохие девочки нас ругать что мы плохие слова говорим стеша стешили лина степане я как-то нибудь скажу ты почему такие плохие слова говоришь а сами смотрю там тоже хорошо могут в общем вот такие вот дела все спасибо всем кто больше не с нами увидимся с вами в следующем видео все всего хорошего всем пока-пока